Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на день. Что же посоветуют нам Таро на завтра? Первое, что могу сказать, завтра будет день, когда придут какие-то новости. И эти новости вас, если не обрадуют, то дадут вам какую-то внутреннюю свободу. Такое ощущение, что есть у некоторых из вас ситуации, в которых вам кажется, что у вас завязаны руки, и, соответственно, руки завязаны от недостатка информации. Так вот, вот эта информация, которая может развязать вам руки, и должна прийти завтра. Главное, не старайтесь держаться за проблемы. Старайтесь сменить фокус внимания на что-то другое от именно той ситуации, которая больше всего вас волнует. Я знаю, как это нелегко делать, но только таким образом вы сможете спокойнее получить ответы на ваши вопросы, и, соответственно, эти ответы развяжут вам руки. Это не в прямом смысле этого слова «развяжут руки», а именно фигуративно. Поэтому не принимайте. Я иногда, когда выдаю информацию, у меня получается, вот я говорю, развязать руки. Ведь у многих людей, я знаю, что картинка, что действительно физически развязывают руки. Тут имеется в виду именно ситуации, тут имеется в виду именно выходы из тех ситуаций, в которых вы не могли найти выхода. Давайте посмотрим, что же ещё нам посоветуют. Ну, а я хочу сказать, что ситуация, которая происходит, которая будет происходить, она вызвана какими-то событиями из прошлого. Она вызвана именно женщиной из прошлого. Тут огромное количество, может быть, событий, поэтому озвучивать я не буду. Каждый из вас может вспомнить, что же произошло в прошлом, что таким образом повлияло на ситуацию, которая волнует вас сегодня. Тут ещё могут быть и встречи с этой женщиной, которой вы знакомы с ней. Скорее всего, давно не общались. Женщина старше 45, светлый цвет волос, женщина волевая, женщина резкая, и можно даже сказать, её резкость идёт такими толчками. Она держит, держит, держит себя в руках, но если она всё-таки вышла из себя, образно говоря, то тут не совсем приятно вести диалог. Она выйдет на связь, она или напишет, или позвонит, вряд ли именно физически приедет, не вижу я здесь физической встречи именно завтра, но захочет, можно сказать, аудиенции, ну а, конечно, ваш выбор, выходить обратно, отвечать, принимать предложения о встрече или о диалоге. Это всё ваш выбор. Это что касается человека. А вот события, которые происходят сейчас, которые будут происходить завтра, они завязаны с чем-то или с кем-то из прошлого, но, как я вам уже и сказала, вы получите ответ на ваш вопрос, соответственно, у вас развяжутся руки, и вы сможете идти дальше. Вот что тут я могла бы посоветовать, постарайтесь всё-таки, может быть, не завтра и не сегодня, но постарайтесь всё-таки освободить своё подсознание от прошлого, особенно от негативного. Вы знаете, как я отношусь именно к раскладам, с какой стороны я предсказываю, и вот тут карта говорит, что вам нужно терпение и спокойствие для того, чтобы решить вопросы, которые вас волнуют завтра, ну и, соответственно, для того, чтобы сохранить баланс ваших эмоций. Всё-таки, насколько я понимаю, появление вот этой женщины у некоторых из вас может вызвать бурю негативных эмоций. Поэтому всё-таки решайте для себя, что же лучше вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.